Дорогие друзья, здравствуйте! Я вас приветствую из солнечной, теплой и, конечно, зеленой Испании, где компания Kia решила презентовать, как они говорят, новый Kia Sorento. Новый или обновленный, вот в этом мне и предстоит разобраться, потому что в последнее время практически все компании после маленького чиха в дизайне или в технической части автомобиля непременно называют его новым. Профиль автомобиль сохранил узнаваемые пропорции и элементы дизайна, за исключением, пожалуй, колесных дисков, потому что, ну, когда автомобиль новый, что-то должно же было поменяться. Другое дело корма. И то назвать ее новый язык, честно говоря, не поворачивается. Все дело в том, что блюдо прежнее изменился лишь гарнир. Я знаю, что многих не устраивали прежние большие фонари, сплошь усеянные диодами, потому что смотрелось это, ну, знаете ли, немного, так скажем, по-колхозному, как некий гаражный тюнинг. А вот теперь заговорил абсолютно четкий, понятный восточный язык дизайна. Если раньше, видимо, в Киа хотели угодить всем, то теперь уже что угождать? Покупатель уже на крючке, продажи идут хорошо, поэтому самое время привносить какую-то новизну. И в данном случае изменилась геометрия задних фонарей. И, повторюсь, в этом дизайне прослеживается абсолютно четкий восточный след. Ну, а самое интересное, то, что в первую очередь придется по душе молодому поколению, свершилось в передней части. В данном случае я даже не про дизайн, а про некоторые имиджевые элементы, которых не было, которые появились и которые, возможно, очень многие ждали. Многие из вас наверняка уже догадались, что я имею в виду ходовые огни дневного света, источником которых выступают сверхмощные и сверхяркие светодиоды. Сегодня это реально модный тренд, и каждый уважающий себя производитель непременно использует эту технологию в своих автомобилях. Ну и, конечно же, будет неправильно оставить без внимания новую решетку радиатора. Блоки фар, причем не только по форме, но и по содержанию новые. И, конечно, передний бампер, у которого в унисон с задним противотуманком также вертикально стоят передние противотуманки, у которых есть еще отсеки для освещения поворотов. На этом, пожалуй, все. Это случается нечасто, когда прилетаешь на тест-драйв, и, выбирая себе автомобиль, тебе нужно только определиться с цветом, а не с силовой установкой, потому что она одна, в данном случае была сегодня, и это как бы упростило принцип выбора автомобиля. Наверное, мне не стоит напоминать о том, что в прагматичной Европе очень любят экономичные дизельные моторы, и, собственно, с таким мне достался Kia Sorento. В любом случае, если бы сегодня был выбор между этим дизелем и бензиновым двигателем, дилеммы у меня не было бы, по причине того, что эти две силовых установки будут доступны на российском рынке. Ну, а начну я все же с характеристик бензинового двигателя, в силу того, что, в отличие от предпочтений западноевропейцев, в России на него пока спрос приходится наибольший. Мотор прежний, объемом 2,4, стал лишь на две лошадки сильнее, и его мощность теперь составляет 176 лошадиных сил. Силовые показатели дизеля объемом 2,2 вообще не изменились. 197 сил, момент 430 ньютон-метров, 190 максимальной скорость, и лишь разгон стал быстрее на 0,1 секунды, а также на 0,7 литра умереннее расход солярки. Несмотря на очевидный креатив дизайнеров, общая концепция, философия, да и размеры, в принципе, кузова остались прежними. Да, двигатели стали чуть мощнее, но они прежние, модернизированные. Поэтому говорить о какой-то глубокой революционной генерации я не могу. Посмотрим, что в салоне изменилось. Но сначала, минуя портер, я предлагаю заглянуть на галерку. Вся штука в том, что, по данным производителя, в ногах задних пассажиров прибавилось воздуха на 30 миллиметров. Интересно, за счет чего? Вы знаете, до обновления, а теперь есть все основания говорить именно так, я долгое время поездил на Kia Sorento. Я помню, какое было расстояние от моих коленей до спинки кресла, как и здесь, отрегулированного под мой рост. Так вот, никакой реально разницы я не ощущаю, потому что, как и прежде, плотно упираюсь ногами. Странно, что корейцы не используют, в общем-то, избитый прием, к которому прибегают очень многие производители, а именно, не делают полости для ног под обшивкой. Это, в общем-то, был бы выход вот из такой ситуации. Из удобств на галерке Kia Sorento раньше предлагал, да, в общем, как и сейчас, откидной подлокотник с двумя подстаканниками до розетку в торце центрального подлокотника. А вот теперь рядом с ней, ну, в топовой комплектации, появились две кнопки, отвечающие за обогрев пятых точек двух пассажиров. Единственное, у этой очень удобной опции для России, да, где холодно зимой, морозы бывают, ого-го какие, нет степени градации нагрева. Ну, а теперь последний аккорд по части изменений в салоне, потому что для многих из вас, я знаю, ходовые огни дневного света, состоящие из диодных лампочек, вполне не столь важны, как оформление передней части. Итак, первое, на что я хочу обратить внимание, это мягкие элементы, которых к вашему и моему огорчению больше не стало. Но фактура пластика осталась прежней, и, как и раньше, очень здорово маскируется под мягкую основу. Вот пока не потрогаешь, в жизни догадаешься, что, в общем-то, всё это весьма твёрдое. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что у кресла пилота, которое я полностью сдвинул назад, продольный ход регулировки стал короче. И, возможно, эти 30 миллиметров как раз уехали на галёрку, где благополучно затерялись. Не знаю, сижу я не так, как раньше. Но давайте обо всём остальном продолжим уже в движении. Немного отвлекусь. Я нашёл, в общем-то, очень удачное место для представления этого автомобиля. Вся штука в том, что в 50 метрах отсюда байк-клуб, в котором тусят суровые, надо полагать, местные ребята, и которые снуют туда-сюда на мощных, красивых, солидных чоперах. У них в клубе звучит музыка, и, в общем-то, они очень весело проживают этот субботний испанский день. И с учётом всех тех обновлений, которые предлагает Кио Соренто, я бы с удовольствием к ним присоединился. Просто послушать музыку, а если бы дали мотоцикл, с удовольствием прихватил бы и на нём, по этим прекрасным, ровным испанским дорогам. Но случиться это не суждено, поэтому, не отрываясь от реальности, продолжу свои изыскания по поводу Кио Соренто. Вот что реально абсолютно новое у Кио Соренто, так это брелок. Вы только посмотрите, с каким он премиальным оттенком. Действительно, вот, глядя на него, можно сказать, что это настоящий дизайнерский изыск. Его можно рядом с собой положить, например, в ресторане на стол, и он будет привлекать внимание соседей за соседними столиками, которые будут пытаться понять, какому автомобилю может принадлежать сие украшение. Рулевое колесо осталось преждим, а вот кнопочек на ступице рулевого колеса добавилось. И первое, о чём я хотел бы сказать, это то, что горячая кнопка обращения к бортовому компьютеру из неудобного, абсолютно нелогичного места на щитке приборов, наконец-то переехала и оказалась в абсолютно эргономичной зоне, то есть в нижней части ступицы. Плюс, есть ещё одна кнопочка, на которой нарисовано рулевое колесо и градация из трёх рисок. И эта кнопка отвечает за прогрессию электроусилителя рулевого колеса. Что ещё? Естественно, в зависимости от комплектации, слева на рулевой колонке может быть кнопочка, ответственная за обогрев рулевого колеса. Это очень ценно. Лично я знаю, что такое сесть морозным, зимним утром в автомобиль, нажать такую кнопочку и через какое-то мгновение прикоснуться к тёплому ободу рулевого колеса. Вот день совсем по-другому начинается, когда берёшься за такой руль. У кресла, которое имеет электрорегулировки, появилась память двух положений. В верхнюю часть центральной консоли теперь венчает новый экран мультимедийной системы. Чуть ниже узкий блок, состоящий из небольшого количества кнопок, ответственных за аудиосистему. Сразу под ними новый блок климат-контроля, который очень удобен в управлении. Сразу под ним две кнопки, которые отвечают за подогрев передних кресел, но у них теперь появилась ещё и функция охлаждения этих самых кресел. Преобразилась макушка КПП, но, слава богу, она правильной геометрической формы, не какой-нибудь там причудливый, и очень теперь удобно лежит в ладони. Ну и последнее, что подстаканники, которые почему-то получили квадратную форму, под непонятные квадратные стаканчики, я ещё такие не встречал, но, видимо, они скоро появятся в продаже. Ну а динамика и общие характеристики подхватов двигателя на старте, при обгонах, остались, в общем-то, прежними. На дороге с хорошим покрытием автомобиль ведёт себя безупречно. Но как только появляются какие-то неровности, дырочки, не дай бог, вам захочется преодолеть невысокий даже лежачий полицейский, ходовая часть всё это ощутимо передаст на кузов и на вашу пятую точку. Так что здесь без иллюзий, какой-то особенной мягкости, энергоёмкости не прибавилось. Как, впрочем, и свежей волны ощущений от управления вроде как новым автомобилем, ведь почти накануне я вылез из-за руля такого же, но в кавычках, старого. Неоспоримо лишь его преимущество по части актуальных внешних обновлений и в салоне, а также опции, призванные в значительной степени поднять технологичность кроссовера в глазах современного покупателя. В общем, был Kia Sorento хорош, а теперь хорош вдвойне. Если ещё и будет равняться ценовой формуле, прописанной московским представительством. А она гласит, что цена нового Sorento будет соответствовать цене предыдущей версии с учётом разницы в опциях. Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok